Из мушкетёра в жена ненавистники. Боярский ненавидит противоположный пол из-за воспитания матери. Чрезмерная любовь и влияние родительницы могло спровоцировать у Михаила неприязнь к дамам. Не так давно в одном из своих интервью Михаил Боярский высказал свои взгляды не только на женщин в целом, но и на свою дочь Елизавету. «Я не считаю, что женщина способна на какие-то серьёзные проявления, как мужчина, будь то вокал, будь то живопись. Я считаю, что женщина не способна на глобальные поступки ни в науке, ни в литературе», — отметил Боярский. Бесполезно, Михаил считает не только женский пол, но и свою дочь. На вопрос, какую роль у дочери в кино вы особенно гордитесь, Боярский ответил с казарменной простотой. «Да никакой не горжусь, что мне гордится. Она родила двоих детей, а остальное неважно». Дальше он развил эту тему, заявил, что полноценной может считаться только та женщина, которая родила детей. А на большие, по мнению Боярского, женщины не способны. Так что не стоит и пытаться. И всё-таки, как так получилось, что Михаил плавно перешёл из мужкитёра в жена ненавистника? Вполне вероятно, что у Боярского выработалось такое отношение к женщинам из-за воспитания матери. Дело в том, что Михаил не раз заявлял, что любит только родную мать. И это, несмотря на его высказывание, в сторону женского пола. Боярский рассказывал о том, насколько фанатично его любила мама. Женщина оберегала его от всех бед, несчастья и, кажется, навязывала ему собственные мнения. Несмотря на то, что женщина и души не чаяла в своём ребёнке, кажется, что это именно она донесла до мальчика то, что ни одна женщина будет недостойна его фалантливого Миши. Вполне вероятно, что своей гиперопекой и чрезмерной любовью женщина спровоцировала у Боярского негативные отношения к дамам.